Итак, ребят, всем привет! И перед началом просмотра хочу попросить у вас лайк и подписку, потому что я вам покажу сейчас, как установить Android 8.1.0, ну короче, Android 8 Oreo на Samsung Galaxy S4 Mini конкретно, и это всё делается по общему принципу, поэтому, возможно, вы и на свой телефон сможете установить 8 Android, потому что принципы одни и те же. Нужно скачать вот эти вот все файлы, если вы хотите установить root, также то вам нужно еще скачать суперсу, где стрелка, вот и если без root, то скачивайте только вот эти три файла, все они будут в описании, это у нас сама прошивка, она неофициальная, поэтому, возможно, тут будут баги, вот, но всё, в принципе, работает отлично. Вот это вот ГАПСы, это приложение от Гугла, тут находится Play Market, Google сервисы, ну и прочее, что нужно для работы с телефоном, и рекаври, ТВРП рекаври, через который мы будем вот это всё прошивать в систему, ну и суперсу тоже. Всё, смотрим. Эту программку, она, её можно скачать даже через Play Market, она бесплатная, и для неё нужны root-права. Также советую сделать резервную копию, вот тут, потому что, мало ли, возможно, у вас слетит прошивка, и будет очень печально. Но если вы будете делать всё так, как делаю я, то у вас всё будет окей. И первая проблемка, которая у вас может вылететь, это то, что вы не можете найти тот файлик, который вы скачали. Нам нужно сейчас вот этот вот файл, вот он выделен, открыть через эту программу. И, кстати, вам ПК вообще совершенно не нужен, вы можете это делать всё с телефона. С ПК я вам просто показываю, чтобы было видно, что мы делаем. Мы перекинули все эти файлы на флешку, которые были у меня на компе. Дальше мы заходим, ну, в проводник, вообще любой проводник сойдёт. Попытаюсь это всё быстренько вам показать. И нужно с флешки, вот у меня рекаври, вот этот файлик. Так, в рекаври нужно перенести на... Кстати, можно и прямо. Ну, ничего, пофиг, делаем так, как я. Нет, его вырезать не надо. Мы его скопируем. И вставим во внутреннюю память. Вот, вставили, всё окей. Теперь переходим в саму программу. Нажимаем рекаври из каталога. И у нас появляется рекаври АНГ. Вот этот файлик. Нажимаем на него. Жмём да. И у нас... Раздел прошит. Опять плохо видно, блин. Фокусируйся. Ну, короче, и жмём да. И нас сейчас перебросит в рекаври. Вот. И из рекаври мы дальше будем устанавливать саму прошивку и гапсы. И всё у нас будет окей. Так, сейчас оно запустится. Подождём чуть-чуть. Ну, давай, быстрей, 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 быстрей. Всё, тврп рекаври у нас установлено. Всё окей. Ребят, мы зашли в саму тврп. Теперь нам нужно сделать вайпы. Вайпы очистит систему. И, грубо говоря, мы освободим место и снесём старый андроид на замену новому андроиду, восьмому. Вот. И желательно сделать резервную копию всех своих данных. Можно прямо в тврп это сделать. Жмём бэкап. И, ну, надеюсь, вы в интернете посмотрите и сделаете резервную копию своего андроида, чтобы можно было потом восстановиться. Это очень важно. Потому что ещё нужно сделать формат дата. Жмём yes. Форматируем дату. Очень важно сделать резервную копию, ребят. В новом андроиде есть проблемы. Поэтому, если они вас не будут устраивать, вам нужно будет переходить обратно. Ещё форматируем дату. Это не так уж и сложно. Ждём. Подождём. Пока. А, всё окей. Всё. Мы сделали формат дата. И мы ещё сделали просто обычный вайп к заводским настройкам. Дальше мы жмём install. Теперь мы можем спокойно переходить к установке нашей прошивки. Прошивки бывают трёх видов. Для Galaxy S4 Mini это 3G версия, такая как у меня. Это версия LTE и версия двухсимочного телефона. Вот у меня версия 3G и я скачал прошивку для 3G. Поэтому, жмём на архив и свайпаем. Теперь у нас будет прошиваться телефон. Тут нужно подождать. Эта процедура займёт минуты 3-2. Так, подходит к концу наша прошивка, наша установка прошивки. И следующим делом нам нужно установить гапсы. Да, гапсы установить это очень важно. Иначе потом будут разные проблемы в своём телефоне. Вы не сможете зайти в Play Market и пользоваться приложениями от Google. Конечно, их можно установить отдельно, но это достаточно проблематично и долго. И не факт, что это получится. А через Recovery это установить проще, быстрее и без лишних проблем. Вот. Дальше мы устанавливаем гапсы после того, как мы установили прошивку. Вот у меня второй раздел. Прошу прощения. Извиняюсь за то, что плохо видно. Вот. Гапсы. И свайпаем. И прошиваем гапсы. Ждём теперь, когда у нас прошиваются гапсы. Я уже не помню, сколько они прошиваются, но вроде тоже недолго. Ну, подождём тогда чуть-чуть. Ну, и после того, как мы установим гапсы, нам нужно будет скачать, точнее, установить root-права. Если вам не нужны root-права на восьмом андроиде, то не устанавливайте суперсуп. Но я это сейчас сделаю, потому что мне нужны root-права. Всё. Всё окей. Теперь я прошиваю root-права. Ну, я их не прошиваю, просто мне так проще сказать. Вот. Ждём, пока у нас суперсуп установится. И можно будет перезагружать телефон и смотреть на новый андроид. Давай, давай, давай быстрее. Ну. Всё окей. И можно делать со спокойной душой. Reboot. Reboot system. И ждём, пока у нас перезагрузится телефон и он войдёт. Ой, всё, я уже фигни начинаю говорить. Когда он тупо запустится. Эта процедура может длиться около 10 минут, поэтому подождём. Пропустим эту первоначальную настройку телефона. И я вам покажу немножко новый андроид восьмой. Восьмой. Именно восьмой на Galaxy S4 Mini. Вот. Всё окей. Мы запустились. И из очевидных таких вещей. Это вот такое вот меню. Меню уведомлений. Как это назвать? Я не знаю. Но оно значительно видоизменено. По сравнению с андроидом седьмым. Также это вот эта вот кнопочка. Кнопки выключения. И настроечки. И они тоже изменены. Они более скомпонованы. Как бы вот это и есть все настройки. Кстати, он как-то не очень хорошо работает. Этот андроид. А он. Что это? Что за пустые места? Такие. Странно. Впервые у меня такое. Ну, ну, сейчас всё ок. Вот. Вот и все настройки, которые у нас есть. Зайдём в систему. Дальше зайдём по телефону. И, как мы видим, андроид 8.1 у нас установлен. Конечно, плохо видно из-за того, что у меня с фокусом проблема на телефоне. Ну, вот, короче, такая вот пасхалка тут есть. Всё работает. Иногда на прошивках не работают камеры. Поэтому сейчас мы проверим. Фоткать ли камера. Окей. Снимает ли видео. Ну, вроде окей. Так, где у нас галерея. Фотка есть, а видео не сохранилось. Поэтому, если вы будете снимать видео, они у вас не будут сохраняться. Вот такая вот фигня. Ну, конечно, есть плюсы и минусы установки этого андроида. Возможно, нужно установить другую камеру. Я это ещё не пробовал. Но, как мы видим, первый косячок я заметил. Это то, что не сохраняется видео. Вот так вот. А остальное, в принципе, всё сойдёт. Ну, вот такой вот андроид. И я заметил то, что в некоторых моментах тут не переведено. Как бы некоторые функции, они не переведены в настройках. Ну, это, в принципе, терпимо. Вот. Такое видео получилось. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если я вам помог, то тоже... Блин. Всё, я уже запутался. Поэтому, всё, ребят, пока. Всем спасибо за просмотр. Все ссылочки на архивы будут в описании. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok